Друзья, всех приветствую на канале Меги Гигавольт. В этом видео будет распаковка. Две посылки, первая из которых это аккумуляторы для моего электросамоката. Решил я полностью их заменить. И вторая посылочка, это заказ из Озон. Вот такой вот телевизор. Ссылочки, соответственно, будут в описании под этим видео. Давайте начнем с распаковки посылки именно аккумуляторов. Я их быстро посмотрю сам и вам покажу. Аккумуляторы по заявлениям продавца должны быть высокотоковые. Это, соответственно, буду их еще испытывать. Значит, по 10 штук, 60 штук. Вот так это все запаковано. Сейчас я каждую пачку скрою. Посмотрю сам, чтобы, если что, предоставить это все продавцу. Ну, в общем-то, вот так это все выглядит. Возьмем одну банку и вот так вот на ней все указано. 2800 миллиампер. Ну, продавец пишет плюс-минус 5%. Вот, соответственно, напряжение замерю. Ну, в общем-то, все замечательно. Повреждений пока никаких не вижу. Именно самих банок. Некоторые писали в отзывах предыдущих, что там приходят посылки, мяты, аккумуляторы и так далее, и тому подобное. Но я пока слава богу, ничего не вижу такого. Здесь, кстати, подачи посмотрю. 24-й год. Вообще свежие. Но первый месяц, если правильно понял, да, 5-е число. Так, если из второй пачки, то же самое, 24-й год. То есть, очень-очень свежие. Конечно, еще бы реально они были высокотоковые и емкость 2800, я думаю, было бы хорошо. По цене скажу, значит, за 10 штук 1750 рублей. Сейчас распродажа идет на Алиэкспрессе, там, ихний, там, Новый год и так далее, там подобное. Короче, распродажа. Немного цена подросла, но, в общем-то, еще более-менее такая, нормальная. Можно соответствующие аккумуляторы купить на Авито, где-нибудь там Валдбрис, Озон, но на Валдбрисе они подороже заметно стоят. На Озоне можно, скажем так, тоже нарваться непонятно на кого, потому что Озон слишком, ну, в последнее время я замечаю, что слишком такими паренными товарами китайскими торгуют. Здесь-то, как бы, продавец, скажем так, официально на Алиэкспрессе и у него много хороших отзывов. И этот продавец уже на площадке Алиэкспресса очень много времени, поэтому есть доверие. Ладно, буду потом проверять эти аккумуляторы, это все не будет в этом видео. Давайте приступим к распаковке и небольшому, скажем так, к обзору такого портативного телевизора. Планируется его просто поставить на подоконник и смотреть обычный эфирный телевидение. Значит, такая вот коробка, очень удобная. Здесь у нас информация, в принципе, на русском языке и без ошибок. Так вот, беглым взглядом посмотрю. Значит, ну, вот такие вот характеристики можете поставить на паузу. Сейчас я выключу свет, может быть, будет, хотя, не факт, что лучше видно. Вот так вот. Давайте сейчас поразумируем это все. Вот так вот. два, вот так вот. Ставьте на паузу и читайте. Значит, подержится флешка, ну, то есть, любые записи и встроенный аккумулятор 1800 мА. Ну, не знаю, насколько будет он много потреблять и сколько этого, этой емкости хватит для автономной работы, неизвестно, конечно. в общем-то, это замечательно, что это есть. Так, да, информация идентичная, что справа, что слева от коробки. Ну, и все, в общем-то. Так, вот так вот еще покажу. И отъедем зумом, будем это все вскрывать. Я в пункте выдачи все это проверил, таких вот очевидных проблем не заметил, я думаю, что если все хорошо, то данный телевизор прослужит долгие годы. Итак, из комплекта сам телевизор, вот такая вот коробочка с аксессуарами, здесь пульт, блок питания и кабель. Значит, пульт вот такой вот, легкие мини-пальчиковые батарейки используются. Сейчас покажу вам. Очень плохо открывается, неудобно. Так, значит, смотрите, батарейки в комплекте были, ну, естественно, и солевые, лучше их заменить на те, которые, скажем так, не вытекают, именно на щелочные, алкалайновые. Значит, блок питания 12 вольт 2 ампера. Кстати, разъем у нас стандартный такой джек. А, еще антенны есть, вот, смотрите, интересно, интересно, вот такая вот антенна в комплекте с кабелем, даже на магните, смотрите. видно, не видно, сейчас вот так вот сделаем, вот так вот, это магнит. Ну, такой вот вариант, знаете, дальнобойщикам где-нибудь там на дачу привезти данный телевизор и там далее. Кабель хлюпенький, вот такие вот тюльпанчики, ну, вообще, конечно, кабель ни о чем. Здесь у нас джек 3,5 миллиметра, четырехконтактный и вот такие вот тюльпанчики. Инструкция даже есть, даже на русском языке, да, смотрите, инструкция, показываю, ставьте на паузу, читайте. меню, стандартно для таких вот китайских, скажем так, недорогих телевизоров. Никакой здесь операционной системы, скорее всего, нет. Обычный, прошивка такая похожая, знаете, но раньше DVD-плееры были, вот что-то в этом роде. Здесь еще раз у нас указана информация техническая, тоже такая полезная. И английский язык. Все, русский, английский. Русский на первом месте, поэтому будем считать, что это специально сделано для российского рынка, скажем так, для русскоговорящих. Далее, сам телевизор. Давайте сразу блок питания ставлю. Это все в стороночку. Раз, телевизор легкий. Сейчас мы замерять не будем эти все физические величины. То есть, вот так вот выглядит, как такая большая-большая фоторамка. 14 дюймов TFT, ну, соответственно, будут углы обзора хромать. Для того, чтобы его поставить сзади у нас такая вот удобная, как по мне, нога. Сзади также он, данный телевизор, может прикрепляться к какому-нибудь штативу, ну, и так далее. То есть, вот здесь два отверстия есть, здесь может что-то прикрутить можно. Два динамика, не факт, конечно, что стерео, может быть даже стерео. Вверху у нас разъем для SD-карты, устаревший, вариант, карточка будет вставляться не полностью туда, потому что я вижу даже, вот, не утапливаться. Значит, кнопки меню, звук, плюс-минус, канала, плюс-минус, source и enter. Ну, и, в принципе, с этой стороны сверху все, и сбоку у нас антенный вход, VGA, странный такой разъемчик, мини, USB-шный, AV-in, это вот этот кабель, который в комплекте был, AV-out, наушники, интересная тоже функция, в принципе, даже взять как планшет, смотреть какие-нибудь фильмы, ну, да, вполне, HDMI-порт, in, вход, то есть, от приставочки, планируется к этому телевизору в будущем подключить, ну, смарт-приставочку такую на андроиде, USB, то есть, для того, чтобы, я так понимаю, флешки, читать информацию с них, блок питания 12 вольт, и включить, выключить, и charge, зарядка, так, значит, по тому, как его можно поставить, значит, вот так вот, вот так вот, ну, наверное, вот так мы его поставим, хотя, да, будет и так, и так, конечно, от свечи, ладно, поверьте мне на слово, я буду вам комментировать, если что, это будет незаметно, там, вставляем блок питания, идет сразу зарядка, моргает, мигает, значит, зарядка идет, далее, включаем он, бэм, я уже его, в пункте выдачи, как я уже сказал, проверял, смотрел, сейчас подключу свою антенну, да, без антенн вообще, никаким образом, не ловит он, сигнал, значит, такую антенну, самодельную, белуп, отсутствует сигнал, да, посмотрим, на что она способна, помещение, не факт, конечно, тоже что-то заработает, нет, смотрите, объясни, неплохо, все многоклеточные существа, начинают свою жизнь, пункт у нас, имеет отражение от стен, то есть, в принципе, конечно, телевизор, куда направляете, все очень неплохо, так, значит, давайте сейчас, enter, нажмем, это у нас каналы, я думаю, будет видно, вот так-то еще покажу, и так, скорее всего, устанавливаю его, вот так, цвета неплохие, это, естественно, не IPS-матрица, а TFT, ну, в общем-то, для его цены, цена его составляет, на момент покупки, 5,5 тысяч рублей, но, опять же, такие, сейчас кто-то скажет, что там добавить, там, 3000 рублей, можно 32 дюйма купить, какой-нибудь, на NAME, это тоже NAME, XPX, вот, но, опять же, нам нужен был, такой, небольшой телевизор, там уже, решайте сами, компактно, очень крутой, честно говоря, мне нравится, так, здесь у нас, что-то не ловит, а нет, ловит, кстати, вот, дома, при такой антенне, видите, она как лежит, здесь у нас, везде вокруг стены, как бы, неплохо, я считаю, эффективная антенна, эффективная, FM, кстати, Audio Only, так, Радио Маяк, Радио России, не все каналы, кажется, поймал, да, так, а если обратно, первый, сейчас первый у нас, первый канал, время берется, соответственно, с эфира, 19 часов, разве, мне кажется, что пораньше, может быть, неверно, что-то там, в общем-то, да, не полностью его настроил, ну, в общем-то, должен ловить все полностью, 20 каналов цифрового, эфирного, телевидения, так, вот, вот, как-то так, сейчас, мне интересно, будет его, мультимедиа, функции, посмотрите, вот, у меня есть такая флешка, Samsung, 256, мегабайт, гигабайт, да, что-то не так, я думаю, видно, будет, здесь выбито, 256 гигабайт, так, вставляемся, надеюсь, что это будет сразу автоматическое, выскакивать, либо это нужно, файловая система на флешке, NTFS, ничего не произошло, да, флешка у меня без индикации, поэтому, неизвестно, чьи-то не идет, так, меню, вот такое меню, так же пробежимся, режим изображения, стандартный, температура средняя, 16 на 9, 4 на 3 может сделаться, так, авто, пускай будет так, поглощение шумов, ну, вот, это так, яркий, пользовательский, мягкий, стандарт, пускай будет, так, return, так, хочу я все-таки, хочу я, плеер запустить, как 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 плеер запустить, бэм, ага, DBT2, AV, HDMI, HDMI, конечно, тоже проверю, но я думаю, будет работать, в принципе, этот телевизор, можно использовать, как монитор, компьютер, и так далее, так, еще раз, source, 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 кстати, по кнопочкам, сейчас пробегусь, вот он, громкость, да, кнопочки работают, ну, звук, конечно, такой слабенький, в плане того, что он без VG, NG, то есть, такой обычный, как-то из наушников, знаете, ну, в общем-то, опять же, какие-то важную информацию, увидеть и услышать сможете, USB, давайте проверим, USB, и окей, так, 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 USB 2.0, у меня там фильмы записаны в Full HD, минимум, они такие весомые, музыка, кино, папочка, да, непонятно, чуть-чуть меню для меня, фото, музыка, кино, текст, то есть, смотреть, я хочу просто посмотреть флешку, диск C, вот, ток-ток-ток-ток-ток-ток, папки он видит, а вот фильмы, все, а фильмы у него здесь, вот, как бы, по идее, давайте укрытие сериал, вообще ничего не видеть, обидно, может быть, это просто, сейчас, как бы, типа браузер, ладно, сейчас фильмы попробуем, видите, просто папки просмотр, идет и все, окей, так, сейчас в меню выйдем, кино, выбираю кино, окей, нажимаю, C, вот, это уже получше, так, папочки он видит, и, например, 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 чужие, не заблокирует мне YouTube, за этот фильм, разрешение пишет, размер пишет, 15 гигабайт, окей, давайте попробуем, play нужно нажать, play, а нет, автоматом пошел, full HD, тяжелый фильм, такой, сейчас посмотрим, без тормоза он будет, ну, если кодек, конечно, здесь такой аппарат, но только бы проблем не будет, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, а то, скажу одно, на самом деле, так, next, next фильм, а мне нужна перемотка, ну, ладно, это что у нас такое за, сюжет, перемотка, раз, 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 кнопочки маленькие, не совсем, но для меня они удобны, не идеальные, перемотка, как обычная, 9D player, до 32, скорее всего, да, звука что-то не чувствую, ушами, enter, play, 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 звука не слышу, звука нет, но видео без тормозов, странно, 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 return, давайте что-нибудь другое, законопослушный гражданин, слушаем, слушаем, ну, сразу должен быть звук, я его не чувствую, вот все, что вы видите, здесь даже, и какие-то, субтитры, можно включить, стоп, тихое место, странно, 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 почему нет звука, ну, телек я в любом случае оставляю, потому что, в принципе, можно его менять, там, сдать и так далее, нужно будет искать прошивочку на него, и что-нибудь мудрить, может быть, на каких-то сайтах, форумах, можно посмотреть на него прошивку, может быть, я еще тут не разобрался, опять же таки, зачем что-то куда-то лезть в глупость, если вот, по идее, как по мне, ставили флешку, там, либо карту памяти, сразу, по идее, запустился, например, запустилось меню, и мы выбираем то, что хотим, и не надо там выбирать именно фильмы, музыку, там, и так далее, отдельно, я думаю, просто нужно будет кликать по иконке, если это иконка, и принадлежит файлу, например, фотографии, то сразу идет фоторедактор, мы, соответственно, картинки смотреть, смотрим, если же, допустим, кликаем на фильм, то сразу запускается плеер, вот что-то такое выбирать, не, ну, качество нормально, как бы, я даже могу поверить, что здесь, все-таки, матрица Full HD, без проблем, единственное, что она, конечно, TFT-матрица, так, качество, я вижу, отличное, но почему нет звука, вот это странно, кодеки, в принципе, здесь, МКВшки, все фильмы, ну, в большинстве случаев, как мы видим, вот здесь, MP3, VMA, все поддерживается, и так же, вот эти все форматы, стандартные, в принципе, для современных фильмов, должен поддерживать, так, ну, что, сегодня слышу, хоть какой-то, так, вот, допустим, TS, у меня есть, файл, резко, не МКВ, то есть, да, обидно, что, конечно, нету звука, а так, в принципе, вообще, замечательная, скажем так, балалайка, такая, как я люблю называть, так, вот, допустим, сериал, спасти мужа, вот здесь, что-то, слышали, да, подобие звука, что-то было, и все, о, звук есть, звук есть, не хотелось бы, конечно, для этого телевизора, что-то такое, знаете, качать, специально для него, хочется такое, универсально стандартный, файл, чтобы и везде на телевизоре, и он на нормальном, на большом воспроизводился, и, соответственно, на вот этом маленьком. Звук стерео, звук стерео. Так, значит, смотрите, еще есть, запись эфира, скорее всего, ну, то есть, нажимаете, если у вас флешка пустая, либо там есть место на ней, можете записывать эфир, тоже очень прикольно. Так, ну что, давайте попробуем это и сделать, запись эфира, может быть, это будет отображаться, здесь нажимаем стоп, выбираем мы, 9B-T2, окей, пульт, тоже такой, знаете, по два раза, приходится на кнопки нажимать, то есть, кнопочки, конечно, такие, ну, не супер качественные, но, опять же, что вы хотели, за 500, с учетом того, что это доставка, это, маркет, и плюс, что это еще из Китая, привези, поэтому согласен, что, так, нажимаю кнопочку, бэм, короче, нужно форматировать диск, ну, скорее всего, поддерживает файл, файловую систему, FAT32, здесь у меня NTFS, на FAT32, может быть, записывать будут, опять же, таки, при размере файла, больше 4 гигабайт, уже не получится, на флешку, закачать, больше одного этого файла, то есть, либо он будет, каждый раз, по новому файлу создавать, либо, таким образом, ну, что тут, то есть, кнопка работает, ну, нужно форматировать диск, короче, значит, другие кнопки, сейчас нажимаю, телетекст, даже, может быть, Note P100, может быть, на этом канале нет телетекста, ну, в общем-то, развратимся, давайте, другой канал, да, видите, телетекст поддерживает, короче, мини, полноценный телевизор, если убрать те функции, которые в него уже внедрили, это вот эти флешки, эти вот, карты памяти, и так далее, вполне нормальное, нормальное устройство, поэтому, могу рекомендовать, честно, это 14 дюймов, у них, у этого производителя, XPX, есть, и 13 дюймов, и 12 дюймов, и меньше, и больше, но, я скажу, что, 12 дюймов, у него, рамки, круглее, такие, закругленные, не очень, выглядит так стильно, от 13 дюймов, в моем случае, 14 дюймов, они такие вот, ровненькие, относительно такие, остренькие, и нормально, то есть, вполне, честно, мне нравится, на самом деле, единственное, что, такие вот, претензии, опять же, таким, во-первых, вот эта кнопочка, он, off, ну, чуть бы, конечно, подальше, потому, что, ну, мешает она, допустим, чтобы выключить, нужно, пальцем, прямо, сюда, вот, к разъему, блока питания, флешки, ну, в принципе, опять же, такие, расстояние, достаточное, если, опять же, использовать шнур, HDMI, может быть, некоторая флешка, уже будет, корпусом своим, касаться, либо, не вставляться, этот разъем, так, в принципе, ну, вот, допустим, антенный разъем, можно было бы, как-то вынести, может быть, назад, либо, под каким-то углом, закруглением, так далее, ну, то есть, чтобы не торчало, потому, что, здесь, получается, удобнее будет, G-образный такой вот, штекер использовать, а так, ну, углы обзора, конечно, сбоку неплохо, сверху вниз, плохо, вот, если так вот, видите, да, вот, по бокам, читабельно все, ну, в общем-то, греется, сейчас это я его держу, внутри он, скорее всего, температура у него такая, ну, градусов 40, точно есть, больше ничего не могу сказать, отлично, отлично, на сегодняшний день, могу его рекомендовать, так что так вот, на этом, пожалуй, все, кому данное видео понравилось, обязательно, ставьте палец вверх, эти все ссылочки на все, что сегодня было в кадре, скажем так, оставлю в описании под этим видео, и до новых встреч, всем пока, 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 Продолжение следует...